Здравствуйте, товарищи! Сегодня хочу вам показать лайффак, только не мой, а подсмотренный в интернете. Говорят, что это чистит воздух, насколько поскольку. У меня был вот такой моторчик от кулера, маленький. Там, где я видел это, на том канале, там, видать, мотор побольше и вот эта вся штука из воздушного фильтра от МАЗа, но это большая штука для такого малюсенького моторчика. Я думаю, взял, нашел банку с подкраски использованную, набил в нем вот так дырок, не везде, а так скоку-поскоку. Но думаю, если я набью больше дыр, будет меньше тяга, потому что моторчик слабенький. Значит, здесь все просто. Эта штука, вот эта коробка, сейчас я ее обмотаю бинтом. Бинт, в моем случае, будет как фильтр. То есть, если бинт, сейчас я бинтом это все обверну, если оно будет работать и будет сосать пыль, и в какой-то период забьется, засорится мой бинт в качестве фильтра, значит, я его срежу и намотаю на другой. Короче, сейчас возьму бинт и буду намотать, намотаю и посмотрю, что с этого получится. Так, значит, коробку с подкраски поп-гуд вернул вот таким бинтом. Ну, это все, еще этого, ну, как бы эксперимент. Я красиво сделаю там резинками, резиночками, так все. Ну, это по кашу. Значит, вот такой, он снаружи, он такой вот внутри. Ну, краски, банка с подкраски, сами понимаете. Не то, так сказать, уровень, чтобы что-то делать специальному. Это оно еще и работать не. Так, берется вот наш моторчик и ставится вот так. Закрывается сюда. Получается типа вакуум. Так, моторчик работает на выход. Сюда высасывает. Ну, потом, если тут у меня провод, видите, нефти. Ну, это все черновой вариант. Будет оно работать или не будет. Если будет, то буду красиво делать. Если не будет, то будет так, как будет. Значит, взял вот такую штуку с под антенны. Мне повезло. Здесь есть вот этот реостат. Он регулирует, регулирует подачу, подачу электрики на мотор. Это хорошая штука. Очень даже хорошая. В общем, сейчас пойдем посмотрим, как она работает. Вот мой комнатный воздухочиститель. Крышка. Открываю. Вот сюда прикручен вот такой моторчик. С банка с подкраски. 800 граммовая, по-моему. Сделаны там отверстия. Не везде, но так. Потому что, если везде до тяга будет, я думаю, плохая. Обмотал бинтом. Прикрепал вот такой кулерок. В интернете я видел, как делается вот такого воздухочистителя. МАЗа, КАМАЗа. Ну, вы представляете, какой сюда нужен кулер. Этот разве потянет что-то? Это ерунда. Сюда нужен побольше, конечно же. В общем, я этот забраковал. А с вот этим, я думаю, если оно что-то будет, то оно что-то будет. Кулерок маленький. Вот так закрывается, как банка. Вот. Вот так он закрылся. Значит, вот я включил. Эта штука у меня служит как выключатель и выключатель. Вот, смотрите. Чтобы было поближе, чтобы... Только добавляю. И он начинает работать. Втяжка есть. Воздух отсюда я чувствую. Значит, чувствуется, короче говоря, что процесс пошел. Не знаю, как оно будет дальше. Ну, смотрите. Чем хороша эта штука, вот именно вот эта, что можно добавлять, скажем, до полного или до половинки. Там оно будет себе понемногу крутиться. Вот так. Ну, сюда будет, то есть здесь дыры. Оно будет всасывать воздух через бинт. Бинт будет набираться пыли. Ну, это теория, я так в теории. Бинт будет набираться пыли. Ну, когда он станет черный и некрасивый, просто заменить, ну, бинт и будет, в общем, работать. В общем, я не знаю, как он будет вообще еще работать. Сколько он... Говорят, что он может сутками работать. Я ее видел. Человек клятвенно клянется, что сутками у него работает. Ну, не знаю. Вот так сейчас он работает. Пальцы притуляю вот сюда. И чувствую, как есть приход воздуха. А если есть приход воздуха, значит, воздух сосет, пыль остается, воздух выходит. Ну, короче, вот такой подсмотренный у людей лайффакт. Может, кто-то видел, а может, кто-то не видел. Ну, короче говоря, я вот сделал. Все. Вот эти сопли будут переделываться, если оно будет рентабельно и себя как-то покажет. Ну, что оно на что-то действительно нужно. Ну, вот и все. Так. Прошло две недели. Я сделал из него вот такую еще доработку. Значит, все-таки набил здесь больше отверстий. Вот здесь по кругу. Обмотал бинтом. Вон отверстия. Я думаю, сейчас может даже и видны темные они, грязные. И вот эта пыль сюда заходит. Здесь отверстия сделал побольше. Обмотал нитками. Там было, поначалу было изолентами. Вот здесь прихватил был. А здесь нитками. Набил все-таки больше дыр. В корпусе. Оно тянет. Оно ничего. Значит, оно у меня работает две недели. Две недели практически не выключается сутками. Такой вот выпрямитель с реостатом. Добавил провода. Вот такого метра два. Он у меня выключается в одном месте. Короче говоря, эта штука себе как ни странно управдала. В диаметре метра вокруг него практически все чисто. Сделал такую подставку. Вот. Выточил на станке такую. Вот эту, ну, такую подставочку такую. Здесь я зафигачил магнит. Ничего не выдумывая. Поставил. Оно прилипло. Получилась вот такая, типа, типа вот такая вот лампа. Значит, в радиусе двух метров, ну, очень даже ничего чистит. Но все-таки больно больше его не хватает. Нужно, если бы было еще штук-три таких в комнату поставить, я бы, думаю, вообще была бы красотень. Ну, это я ведь на своем канале несколько учу, сколько подаю идеи. Повзять банк, старую банку с подкраски или это самое, или кулер какой-то из компьютера ненужный. В общем, вот теперь уже действительно что хотел, что показал. Все. Всем спасибо. Всем пока.